всем привет дорогие друзья у нас сегодня игрок папарацци и сейчас мы вам расскажем о его достижениях и что это вообще за фрукт и откуда он взялся очень сильный игрок обладатель самого высокого мэра на данный момент он стоит с такими каками на ровне как miracle мидваны и прочие игроки которые от 0 9 к переступили этот немаловажный порог для дотера и хотелось бы отметить что он награжден очень таким интересным достижением он выиграл чемпионата один в один соломит и победила скажем так не победимого миракла считаю которого считали легендой до папарацци играл я думаю что некоторые зрители были свидетелями этого грандиозного события папарацци выиграл в соломите против миракла причем выиграл его вообще без шансов играли они на эсэфах и папарацци был очень силен действительно очень силен и сегодня он будет играть на а.д. и мы хотели бы вместе с вами посмотреть эту игру и прокомментировать ее ну для начала давайте разберем закупку как и любой от world девовер он закупил смену талисман и три веточки абсолютно правильный закуп что ты что-то очень сильно нужны со старта со точкой голубой на и еще сами сразу же пластику сушенном случае чего размениваться с сетом он так сильно нагреет во первых потому что у него есть реки в команде и во вторых потому что вода имеет 4 армора и побольше урон чем сэф то есть ему выгоднее трейдится с сэпом становится он прямо в упор крипом чтобы . не имела скажем так дальности полета и чтобы дана или ласт и проходил куда лучше для мидера сейчас донайте это прямо святое потому что крипов на 1 больше x выдают больше собственно самому герою которые удана и на 30 процентов это помогу очень важно потому что удая герой который зависит от маны кстати на первом левеле он вкачал себе пассивку и на втором же аркейнер потому что именно а нынешняя мета девовера она строится на том что ты не качаешь истрал который очень сильно фиксанули в последних патч ноутах а стал имеет очень короткую дистанцию то есть на максимальном левеле 450 это меньше чем дальней стычки с таким фиксом как было не сможет грамотно стоять в меди и перед персонажей правильный сэр просто не будет подставляться и постепенно он разменивается просто арбой с сэпом тем самым воруя у него интеллект и повышая свой интеллект урона уже у него с руки больше 70 очень классно неплохо так похитался с сэпчиком в принципе он и против мир и клая тоже смотрел это состязание он всегда все разы что он играл соло миди противостояние он всегда вел себя очень нагло вот прям как сейчас он всегда заходил за крипов он всегда хитался и у него кстати говоря всегда было на классочку больше чем у противника и он успевал быстрее отрегениваться и тем самым наглеть еще больше вот такая вот и кратерии подвязаны на скажем так голову потому что он понимает когда он доминирует а когда нет то есть он знает что он может сейчас понаглеть а знает что нужно отойти или наоборот может вровень разменяться хп и выпить фласку как вы заказал уже которую он принес пораньше с этим попараться очень сильно дело заметит что он часто используется танго в миди даже той же игре на эсэфа он прям часто на эсэфах в один в один против того же популярного игрока из си в китае он тоже очень популярен очень сильный мидер он его выиграл по моему насколько я помню да да и казалось бы си вообще не победимы и по прации просто покупал себе танго что не характерно для игры один-в-один соломит а ведь танго дает больше дает возможность потихонечку размениваться их раз танго она вписывается в игру по прации да и сейчас он кстати делает то же самое да все верно почему покупают 20 чека на девобера потому что это очень хорошие стады вот именно эти артефакты которые стоят недорого ну талисман в рейс бэнт и брейсер они дают очень много статков вот почему профессиональные игроки на допустим том же реки мару покупают себе по 3 queen ну что это начальные статы которые в последующем можно будет продать и заменить а для старта это очень неплохой буст до завершена верно вот он несет будет нести себе но дэна раз он себе взял астрал чтобы в случае чего скажем так какой-то ганг предостеречь будет какой-то ли он станет заходить там спину он может просто либо себя в астрал спрятать либо каким-то образом спрятать врага в астрал хоть и рейндж маленький но избежать тем самым избежать нескольких кричек хочу обратить внимание на крипстат 20 на 12 то времени раку сэпо уэсэпо 11 на 1 ну доминация конечно тотальная причем она была при против даже самых сильных игроков в мире саламиде и сейчас здесь тоже ну то есть по процессе как-то очень там жестко в мире играет сильный он очень хорошо чувствует героя он просто вот это скорее все будет выход в мид и реки должен успевать и отлично а тут скорее всего кида к сожалению скорее всего да убегает ну операции отдыхилял сэсэ а хауль был дан вот почему него хп так резко выпавились потому что ночь работает а хауль ночью работает два раза сильнее и хауль улика она уже на двоечку поэтому сэпо так моментально опа и плюс 150 хп дошла хорошо а теперь сэпо снова входит на базу в время как кудай уже имеет 6 ловел в мидер со стороны дайер только начинает опять 6 на целый левел опережения это очень много вот та самая суть динаев супер качки арбы больше урона больше интеллекта и он принес да капель капельки отлично лучше артефакт на раз против эсэпо в медиа кайлы не пробивают так сильно как должны и помогают на самом деле капельки против эсэпо 5 левел эсэпо он уже может очень сильно наваливать этих койлов каждый койл по 250 дэмэджа в сумме до 750 магического урона если всеми кайлами нереально много поэтому капли 120 каждый раз буду блокировать плюс у героя есть родной дизис поэтому из 250 проходит только в районе 50 вот такие вот дела с еще не накопился на бот он купился этапах это абсолютно правильное решение он для эсэпо потому что тапочек будет спать ему жизнь иначе попраться будет просто невероятно сильно наглеть видим что арбу он не максит почему это делается потому что каждый левел аркейн орб он будет стоить больше маны то есть а учитывая то как о д может кончаться манна со старта лучше оставить аркейн орб на единичку чтобы просто подформить подхарастить и навести почти побольше урона и после пассивки выкачаны выкачивать уже астралу потому что астрала можно фармить леса тем более нынешний медиков в новом патче леса появляются каждую минуту стакал заспамил совершенно верно возможно у них кстати джаггер наут отправился в лес джаггер наута не очень приятно на самом деле будет близко бы это было бистолбэк с виспом это 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 очень жесткая связка но знаешь о д на самом деле является очень хорошим героем против бристолбэка несмотря на то что близко прям может впитывать урон но если посудить о д настолько мощный урон может получиться если он будет стакать на этом бристолбэке пути не пробивать его то в итоге у него просто будет пичка по 500 с руки над какой-то двадцать пятой минуте и ульта в итоге может нанести столько урона за просто ломит рисунок бернет ману постоянно дристолбэков высасываем интеллект не вернет а как бы забирает в долг вот и бистолбэк без варьян уже в аренду забирает а там есть висп в параллельной команде тоже который саппортит бристолбэку но без мне кажется будет прям сладкой целью для нашего папрации аппарат заведи все замечательно и он принципе я думаю делает правильное решение он хочет приобрести себе видосик чем быстрее если пока появится тем будет лучше наверно и даст надо это очень классный артефакт в принципе с самого начала собирать его может и не стоит правильно он делает собирать тапок чтобы в случае чего убивать либо наоборот убегать статы небольшие чтобы лучше подфармливалась и опять же хорастить врагов и видос именно вот к такой минуте если он на фармин до 10 минут это будет очень идеально у него будет топовый торс медасом и попытка выйти нам пристал бэк и несмотря на то что он очень плотный я в обратно понимает что виспа рядом пока что нет хотя он может быть успеет висп нажимает так . виспа есть труна регена попробует отпилить нажал руну реген и как же больную ультимы успел на 100 урон как раз вот что я говорил да очень своевременная ульта да конечно 8 интеллект вас воровал выхватило этого чтобы была разница в интеллекте как работает у ульта дивовера кто не знает это восьмикратная разница и все это перемножается и входит в урон то есть урон за несколько интеллекта будет если разница допустим в 100 умножается на 8 до 800 урона нанесется как раз кода и ворует и прибавляет себе вот тем самым может нанести очень ну ну по сути здесь вот куда если он нас такая себе интеллект он с ультимейта может убить лекан и бристалл бэка просто с одного высотной кнопки вот он просто нажмите против силовиков очень неплохо смотрится несмотря на что у них миллиард хп он их будет пробивать прямо больно больно а к тому же контроля у врагов и при получении какой-то дефолтные линки либо бкб его просто невозможно будет убить да будет стоять и уничтожать если вы у и сайма все было идеально допустим со стартом бы купил бкб там и там дефолтный чтобы лейд 20 минут и уже вы как-то смог подраться с девайвером а такой сиху боковой не скоро появится там далеко не скоро смотря на то что он то пока пилл имеет айсер герой который фармится стартом быстрее чем кто-либо вообще в доте из своих пойлов к огромному брестал бэк рядом скорее всего притянется вис до уходит избегает на земле играет джаж год очень сильный игрок тоже из команды ликвид и следующим артефактом он себе будет покупать обновленный форстаф как мы знаем форстаф сейчас собирается из стафов визарде в 706 из ring of hills и рецепта и рецепт теперь стоит всего лишь 400 монет а по-моему этот артефакт очень сильно обустанули за счет чего а рецепт стал дороже то есть бессмысленные траты денег грубо говоря не будет а встроили такой вот как бы в ту же цену встроили артефакт ring of hills да который порой очень даже полезен на линии бывает то есть можно изначально купить артефакт состоять стоять а потом уже на путь пор ставчик рецепт подешевел насколько на 500 так выход в миде отличный ультимейт хороший ультимейт раздается и драка выиграно 98 счет да отличная драка и крипы каким-то образом здесь оказались форме она и он подвел просто с нижней линии развели кайфов грибы столбок пушикнул на крипы стоят такие размениваются с големчиками ну for ставчик как бы обговорили очень хороший артефакт не его скорее всего стоит грейдить сразу dragon lines но на месте попараться я бы наверно купил бы себе пт-шку потому что все равно придется покупать какие-то ботинки с пустым тапком бегать не кожи игроку с 9000 мр штатком ты фармить быстрее и бьешь быстрее для удэйта статы очень хорошие с пт-шку также да конечно много интеллекта после форса купит такое решение было примета принято за счет потому что вражеской команде ли он то есть когда форсиком толкать тиммейтов все встанет либо себя выталкивать то есть очередная атака на топе мы видим что фразы у него есть т.п. есть но почему понимаешь все обычно просто если он дров соло полетит он никого не будет потому что у него ульта когда там никого нету и одному такожи поддержите на мама его команда как бы не захотела собраться вовремя дефанта он сейчас они пробуют забрать реки и кстати спятал него реки очень хороший сейвер ой 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 сурочкой не попал по брестал бэку как это ужас 16 20 интеллекта 20 это очень круто и кстати вот он форсов помогает который может по мульману блинковаться и вот даже и как жалко что сейчас не было у тиммейта если бы был сейчас ультимейт там он просто всех убить у него 100 интеллекта у брестал бэка на тот момент было 30 интеллекта даже нет 25 интеллекта то есть урон в разницу 80 все это умножается на 8 это было бы под 700 урона а это было очень много вам трон только публику на висп сейчас просто лопнул так находятся в лице фа если у себя по что-нибудь нету у сф и есть только ты пау почему шейкер не подошел сразу ждал чего-то он просто хотела им со стороны подождать пока там астрал увидит пока если начнет размениваться он не подумал о том что просто нужно это пау а у шейкер физуры счет этого секунду да но у него был 2 если по он был бы ближе то он был успел конечно если он подошел было бы все идеально забрали бы полезный очень килл сф получает 12 уже сокращается вот именно разница хотя в этой игре знаем все отговорила птшки но вот и форстав очень сильно помог от пристал бэка сейчас то есть у него было время он выигрывал время аппарат и знал что играли леончику замок шнерба 24 интеллекта имеется сейчас можно спокойно выйти на пристал бэка и они его просто за секунду со мной если попараться еще и у днем здраво моего можно смело утонуть и чтобы вряд ли переживем селекта а тут скорее всего релакейт от джош и все подходят можете с очень хорошо утонуть а он убил только всего лишь сожалению виспо вот но слишком сильно хилится очень много патила помыть так во первых у него стики были полторы тысячи хп и он еще металл уже а то есть подхилил скажем так вдвойне под диском себя и висп еще как мы знаем за счет своей отключаемой способности overcharge дает снижение получаемого урона и все это совокупности с меккой со спасивкой бристалл бэка за маршина это все очень круто смотрится на бристле поэтому приступах реально час очень бузерный в патче 706 со стаками эти много особенностей до 1314 неплохо так прессингует темная сторона ой у них они забрали только одну вышку в размер знать посмотрели себя как он сильно камбэк ну то есть по левелу он уже данный цепь на второе место вырвался сейчас на второе место по творцу очень круто камбэк ну причем отстает не так уж и много всего лишь на 900 монет 2 он полностью вернулся в игру просто полость не смея то что мит он слад поиграл но но сейчас очень круто смотрится особенно для сф когда можно делать стаки постоянные да в этом конечно леса по очень большой плюс действительно если условно какой-нибудь ли он или вис будет делать стаки то сф может очень быстро даже если его в виду унижает он быстро возвращается жил за счет вот так как раз мне кажется все будет одним из таких сильных героев данные метры я немножко поднаглел сейчас вы могут убить вот конец и шейки подходит и просто я слом я не знаю с чем слом конечно тут но это было да можно было обойтись просто данным потому что ухода и слишком много маны кстати вот лучше заливает ману и в случае чего она просто у него не будет бесконечно может быть думал то что там весь сейчас претезериться там захилит как то может быть из этого расчет хороший станок леона тут же нажимает формулика нет и попросил прячет правильное решение и весь вместе с бресталбеком стоят сзади хотя нужно впитать и рон именно бресталбеку но страшно очень страшно тут же еще один шранью заяц в процессе прячет ли он а ну да здраво не чувай нам драться нужно сейчас просто убежать что есть мощь и а участвор у вас поросли листу так лицом драйва рост летал и висурочка в одно время просто шикарно очень хорошо он контролирует свой персонаж будет ультимейт он просто взорвёт он просто должен взорвать отлично чуть-чуть он не достал до у него восемьдесят четыре интеллекта восемьдесят четыре там бедный бресталбек отупел он бегал с 20 интеллекта связи с 15 это было утракил только что капец очень сильно как же он красиво позиционку держал это при том что у него как раз то про что я хотел сказать я вот это очень видно как он чувствует героя вот это расстояние которого держит между собой и противником это очень круто он реально хорошо чувствует героя и вот это вот вот эту вот дистанцию где где нельзя сделать лишний шаг вперед иначе тебя куда-то чем-то достанет круто он еще на самом деле правильно все-таки дал астрал так леона сразу же закинул астрал чтобы тот не давал никакого контроля чтобы брестал бак и sf вместе с леканом не лупили от ручки урона там много и поэтому он просто закинула стал и побежал пешком оттуда хорошо отыгрывает ли кам будет выходить в бкб sf скорее всего тоже будет потому что пока бы в этой грехе маст хэв да это так хочет купить себе блин дагер смотри какой интересный выбор это и форстафе доверства сразу да я тоже сторонник такого билда потому что ты во-первых можешь прятать себя в астрал и у блин коваться из-за момента повторить и может настигать врагов и инициировать файты даггер очень крут на луга у него хороший дым и все-таки у него вот именно орб чистый урон то что воды может настаивать себе урон повышать свой урон единственное чего ему не хватает раз таки мобильность мобильности и наверное контроля и вот даггер он как бы является противном контроля когда просто со стороны бегаешь и нарезаешь хороший влив и еще одну ли он еще заберу дают делает дабл килл не может 20 стаков круто два очень хороших файта были проведены его светлой стороны действительно крутых два файта они сейчас прям вновь отрываются вперед если моя сторона до этих двух файтов прямо хорошенечко камбэк ну а то сейчас опять врываясь вперед знаешь вот сейчас подняли немножко в патче 705 поднимали барабан и что тогда вырезали доминанты но в патче 706 еще сильнее подняли брейсер то есть не стал дешевле стоить и давать чуть больше статов и брейсер по моему о и барбаны на удачу что же будет очень неплохо смотреться мне интересно попробовать я помню вот помнишь тот самый момент был не помню какой-то патч был когда барабаны собирали практически любому герою да да мне кажется воды артефакт будет крут вот сейчас на самом деле барабаны очень сильно аппали по цене я там по всему остальному и мне кажется что возможно и всем 06 мы станем свидетелями тоже большого количества барабанах у барабанов на разных героев сейчас патч очень хороших тимфайтов хоть языки вы дают не так много денег но барабаны помогают и при помощи учитывая то что рошан еще старые сырные то есть ранее пуша актуален на шрайны поубирали барабаны и для пуша хорошо и для тимфайта хорошо и плюс это статы для героя очень даже неплохие тем более для такого как у д включая так спит и мусс и барабаны кормом камбекнуть до подловили при столбака еще скорее всего вряд ли ему и сф раз кастовывается ночью-то как-то ему больно не хватило много силы но как бы от руки уже дамы и опасно прячет в астрал гана есть много контроля и ликан скорее всего тоже выбирает но шейкер почему-то мана закончилась он застанился до его находят ой хорошие тема шейкера и его в раз еще есть даггер вот тот самый артефакт он просто настигает героя с я был до него просто 200 урона от руки и где-то под 300 урона с каждой арбы то есть как я и говорил 400 500 урона на этой минуте до 200 урона сады 220 даже под четыре стороны очень много для 22 минута просто представить какой герой столько урона может наносить за исключением там всякий хау вам вам просто 2 2 тысячи и уиспа почти фуку по его данным видим что он просто без бэка в спину пробивает ужас настолько много урона и следующим артефактам он себе будет покупать шиву по-моему это правильный выбор кстати вот пика в чем хороша настакал дэмидж и просто оттолкнулся от врага и пошел убить ему личико рака ничего сделать не может почему же 4 единицы интеллекта было забрано да да было очень много он понимает что у него еще есть форс леона нет таверне он может задавить прям хоть т4 таки к сожалению падают потихонечку почему шива именно в этой игре сф бьет физухой и снимает армор а лекан бьет физухой и просто лет физухой огромный при столбек снимает армор и второй скилл дамажит физическим уроном то есть его спрей леон висп это как бы герой поддержки они не дамажен практически ничего а шива как мы знаем дает армор что нужно у д дает интеллект опять же что нужно у д в этом особенно пике плюс режет а так спит трем вражеским героем и плюс замедляет это очень круто по моему к тому же шива имеет которую обилку которая наносит тоже небольшой но все-таки урон и просвечивает да и столбека без по это это ну это лучший артефакт шива хорошего типа да вообще для воды это не слушать хекс решивает два самых крутых артефакта я знаю что некоторые вот игроки в том числе профессиональные хекс порой игнорируют на антивовере предпочтение берут таким слотам на правилой кстати а тут проблем еще с вами будут а есть живо еще еще слива есть тут все под контролем было он даже без шейкера мы всех поубивал без шанс вообще абсолютно просто весь пришел и рассыпался аликан уже оставался буквально на кораблях и пейд его попраться добил бы с одной тычки остался в один бестлбек с помощью даггера и форсика плюс астралом по-любому и выгнал бы уничтожен да идут в атаку боевых я так понимаю никто не собирается наверно и нет этих самых боевых сейчас посмотрим до боевых действительно нету да за эту сторону наш драться уже нет смысла даже если они вернутся по это же если у всех были бы в беке они просто взяли бы и проиграли потому что вообще нет шансов драться суда у которого уже 200 единиц интеллекта и нереальный урон просто по 250 сорвы и по 200 стуки чистого урона а там стоят еще 31 и т2 между прочим это куча денег еще плюс для команды всей знаешь попараться уже бегает там с четырьмя слотами мужа плевать вообще на эти товара 7 ты за вот разница вот сэпо это грёбаная рапира это грёбаный шейкер вместе с сэпом имеет одинаковые на дворсках как и воды более того это весь плюс ли он плюс сэп а равно игрока там просто равны команды закончится бтб бтб закончила сейчас будет драться ли он подставляется по фиссуру умирает моментальная моментальный блин догад сэпу и сэп тоже умрет от астрала скорее всего всего сделал чтобы не взорвался не порезал урон жил хорошо все делали урон сильно полезен но дэмэджа не прошло абсолютно и сейчас еще один видео видимо будет в копилку папарацци и это еще один алтро сил отличная два утра кила за игру кстати шива с лагерем тоже имеет хорошую синергию нажимается шива заранее то есть по площади она начинает распространяться расширяться по радиусу по ее они будет это рампага да да это рэмп и неужели переплэй показала что это все таки рэмп и сюда кстати обычно не показывает в этот раз 7 06 профиксили момент может быть кофикс или да кстати хотелось бы отменить что у одэ хороший урон полка там просто по 600 единиц по призванным это тоже очень много лекан своих локов может даже не упускать что-то и просто отдых и следующим артефактом будете покупать блат торн он решил не покупать себе текст ну собственно я говорил о том что некоторые геррики не покупаю себе x считают это артефактем немножко нестабильным возможно даже бесполезным бедный сев 4000 и все хочу отметить кстати важного не знал то что не мир не папарацци не играют с квиккастами они играют без приказ то есть по сути два самых топовых игрока вот эти два играют без приказ то есть получается что совсем не обязательно и сами не обязательно да имя поздно как ты понял что брат сыграть без кастов я вот просто не тоже с кастами не играю а вот это прожимает скил там же требуется подтверждение для того чтобы подтвердить действие этой способности то есть он даже когда хочет блин конуса он прожимается чего блин даггер и меняется курсор сам я просто знаешь я же говорю с укастан игра не заметка когда когда ты играешь с приказ нами курсор твой не изменяется чтобы ты не юзов а когда ты играешь без пикастов не когда прожимаешь кое-либо либо спел либо там артефакт примеру блин даггер меняется курсор чтобы подтвердить действие не понял спасибо арчит есть вот тот тоже крутой артефакт учитывая то какие птички вот и это все будет блоктор на мой а я даже думаешь не хочу представлять в голове у себя да хорошая качественная игра от папарацци быстрая к . покупаю себе это новая легенда на самом деле именно исполнение миды мечтая а джи виталити супер сильной командой но считаю папарацци супер сильным игроком да отличная игра спасибо всем за просмотр надеюсь вам понравилось если понравилось напишите всем пока пока